В этом видео, дорогие друзья, мы вместе с Капитоновым решили выиграть турнир от GGStandOff. Там были абсолютно практически все ютуберы, которые вообще есть в стандоффе, поэтому с вас лайк и подписочка на канал. Начинаем мы с четвертьфинала, погнали смотреть, кто же нам попался в первой катке. Давай, короче, попробуем пистолетку запушить Тёмку. Откидываю флеш. Аёшку закинул. Опа, они уже вышли. А, да? Понял, всё-всё, вот ходим. Да, у меня... У меня тоже флешка есть. Один у меня близко, по-моему. Иван Тесс разменивает. Соответственно, сейчас уже у нас в пленту. Остается Люсик у нас один. Люсик, Люсик, что же будет делать? Слышит, видит. Ну нет, да ладно, ты серьёзно пикаешь в меня, Иван Тесс! Кто же всё-таки победит, Санта или Гринч? Заходи на GGStandOff и участвуй в этой новогодней битве. Они подготовили для тебя новогодние кейсы с самым крутым дропом и, конечно же, новыми новогодними скинами. А для тех, кто любит повыполнять задания какие-нибудь и получить за это голдишку, то вам, естественно, сюда. Чем больше ты выполняешь тут заданий, тем больше получаешь голдишки. Поэтому, вот, например, вот если пополнить, получается, счёт на 29 рублей по промокоду КАПа, то получишь 50 подарочков. Ну а те, кто уже сделали депозит, вас ожидает встреча с Гринчем, который своровал у вас все скины. Но только вы можете отобрать их у него. Чем больше поинтов вы собрали за ваш депозит, тем круче вам достанется приз. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте про барабан бонусов, можно его так запустить, выбить рандомный кейс при пополнении. Но если вам не совсем повезло в кейсах, то, конечно же, не забывайте про апгрейды и контракты, которые вы также можете сделать на этом сайте. А если что-то и здесь пошло не так, то 24 на 7 вас ждёт, конечно же. Техподдержка можете написать, и она вам быстренько ответит. Ссылочка на этот сайт, естественно, есть в описании. Слушай, мне кажется, надо просто, ну, не прямо на каких-то супертактиках играть. Так, смотри, хорошо. Я в сайт, короче, пойду с диглом. С диглом взял. Берут, соответственно, в форс-бай, ребята, там по диглу, да? По диглу, вот это тактика. Иван Тес подходит поближе. Ой, вот это он голову люстику ставит. У нас опять капитонов остается в соло, видит Тёмку, пытается пристрелить. Мне жопа. Чё думаешь? Нормально всё. Хорош! Ба! НТ! 50 хп чел был. Так, эмочка и Фомаус у нас прочикивает. Люсик у нас лонг. Летит, походу, какая-то гранатка его прямо, да, в ручки. Смотрит балкон. Тем не менее, пока у нас капитонов, у него ничего не происходит в Тёмке, он тоже стоит, просто ждёт. Ребята думают какую-то, видимо, тактику, делают раскидку. У нас есть АКР у Иван Теса. То есть, таки, ой, подпушил Люсик. Забирает. Тёмка, хорош, найс! Найс, лучший. Так, окей. Да, да, бери, я сам останусь. Всё, окей, найс, хорошо. Получается, можем попробовать так же сделать. Я, короче, флэш закидываю, и за коробку туда получается хаешечку. Пошла раскидочка у нас. У нас АКР и МК у команды братьев-чурявых. Тут калаш и Ван Теса почему-то опять со своей полкой. Это, походу, его коронное оружие. Он за тобой, прям за этой тверкой. А, непосадку сделаем, непосадку! Не, да ладно, ну почему такие хоть что-то летят? Окей, ничего. Нормально. Нормально, норм, норм. Они подсадки там мутят. Вот это они, конечно, сочно готовились. Они прокинули дымочек такой. Хорош. Я врача кучем, Тёмочку. Он, Тёмке. Убил? Хорош. Найс, хорошо, окей. Давай, так же, в принципе, можем собраться сейчас. Тогда я просто Тёмке сяду. Опа, один около Тёмки. Услышу. Найс, хорош, лучший. Я очень удачно их поджал. Я услышал двоих, короче, вот. И типа вообще, трясетий мув был. У противника Форс, они это, ну, начинают слушать Тёмку. Люсик их вроде бы слышит, пытается пострелить, не попадает. А Капитонов стоит в ребрах. Зачем? Непонятно, когда он должен стоять в Тёмке. Они вдвоём зажалились в ребрах. У пацанов Тег-9, Люсик просто не попадает. Надо забрать Капитонова. И это приграл. Забрали, Люсик. О, Су, кстати, забрал Капитонова. Выбил хотя бы один ган, но это был Форс. Ну, как говорится, на Форсе один килл, хотя бы, дали. И все эти лёгкие раунды, но сейчас я волнуюсь. Я тоже очень волнуюсь, на самом деле, сейчас, потому что... Ну, всё-таки турнир, все дела, там, йоу. Но они, кстати, выбрали там, как у вас. Ты видел, типа, что хотят сопнуть за ТТ, чтобы потом играть за КТ. Мне кажется, это же опасно. Нет, слушай, Т-сторона вообще, ну, как бы, она слабая, но Т-сторона, если ты за неё хотя бы берёшь три раунда, за КТ-сторону, типа, тебе меньше надо взять раунда, чтобы выиграть. Но за Т-сторону очень будет сложно играть при смене сторон. КТ-сторона на Сэнстоне очень, ну, типа, такая сильная, довольна. И за неё, ну, типа, легко играть, потому что, ну, ты просто стоишь и ждёшь. Ему Т-сстаётся, чёрт, Люсика сдаётся один-два! Ему надо батить на то, что уставит плент, но он просто... Он пытается искать Люсика и даёт ему время, чтобы он прошёл в Тёмку. Зачем? Ванечка, ставь плент, брат, мой носатый пеликан! У меня сбаги, соблюдатель, я его вижу, Вань. Я вижу плент, что он стоит за ящиком. Где пленту за бочки, там ящик с бочкой. Он в пленту. Так, пошёл в кейс, в кейс и зашёл. Типа, если чё, я его слышал, поэтому, в принципе, я тоже мог, типа, предположить, поэтому всё нормально. Это всё, наверное. Потом он остаётся под пикселем, где его не видно, он получает хе-шку в лицо. У него стоит сколько? Да, нормальный у него 63 пп. Ну, всё равно неприятно. Слушай, у них никто не смотрит Тёмку. И... И... Иван Тайс? Иван Тайс? Иван Тайс? Иди Тёмку, брат. Иди Тёмку, иди Тёмку. Кофиг, что он простреливает, он тебя не попадёт. Нет, ладно. Нет! Вот, скилл проходит лонг, стоит лонг распикивает, пытается найти информацию, но возвращается. Зачем-таки вам Тезу? Видимо, как говорится, у них была тактика, и они её придерживались. Но они тренировались всю ночь. Второй. Хорош. Смотрю здесь. Кейси, смотри. Близко. Ой, хорош-хорош-хорош, найс. Фух. Я думал, он уже, типа, в Тёмку пошёл, я испугался. Сейчас посмотрим, сторона поменяется. Мне кажется, они там на ЗКТ 200 тысяч тактик придумали. Подсадки. Я не знаю, видел ли... А, нет, ты не видел, наверное, первый раунд. У них была такая... Нет, это второй был. У них была такая подсадка на лонгу. Я прям думаю, ну, это так и мир спорт. Интересно, сможет это? Ну, они жёстко топают. Мне кажется, это просто сейчас будет фри для Иван Теза. Они, наверное, бать или то, что они вдвоём, чтобы один стянулся... О! Я говорила. А, Иван Теза забрал. Угу. Так, ну, остался капитон. Да. Офигеть! Чё, Иван Тез просто ешает сейчас? Вот это, конечно, в шоке, на самом деле. Они два дигла взяли тупоголовые! Тупоголовый с диглом. Блин, они... О, значит, забрал. Пожалуйста, забери. Это лон. Да! Куда диглы? Я же говорил, диглы портят игру. Диглы портят игру. Диглы портят игру. Не берите дигл, потому что диглы нет тупоголовых. Понял. А, понял! Я понял! Я понял! Слушай, чё с Иван Тезом? Ты видишь, что это просто... Он, короче, типа вообще разносит жёстко. Он соло кель, наоборот, что... Наоборот, что скилл не играет, по сути, особо. Киберспорт от Люсика! Спустя полгода камбэк от Кучерявого. Погнали до Ширак. Сволк, куда он идёт? Он, походу, идёт на лестницу. Сразу же берёт хаешку, видит типа справа. Скилл заходит за план. Он должен получить хаешку. У него остаётся 4 хаепа. Ай-яй-яй-яй. У скала 4 хаепа. Ой, не зажали. Да, да. Шашлычок. Карпи, деньги, два ствола. Да, да, да. Но это больше было похоже на шашлычок. Рожь. Хорош, найс! Найс! Всё, тащим, тащим, тащим. Кабэк нужен. Нужен камбэк. Нужен камбэк. Нужен камбэк сейчас. Понял. Оу. Где он? Он сверху сидит. Хорош! Ща котёнку. Ой, как это близко было, братух. Ха-ха. Килуй, Иван Теза остался последний раунд, чтобы выиграть. И Ванечка по таймингу получает спину, забирает капитана. У Люсик с тёмки! Выходит, нашивает, но они убивают Иван Теза! Полный раунд. Ваня, у Вани раунд на победу. А Люсику надо просто попасть один патрон по Ванечке. Да, но Ванечка чуть-чуть не додинул. Ну, слушай, вы 9-8. Я вообще не понимаю, что это произойдёт. Если они ещё один раунд возьмут на следующий раунд, то вообще эмоции, накал, страсти. Флэш. Овторись. Погнали. Зато перезаряжается. Убилл. Хорош! Найс! Найс! 99! Лучший! Давай, давай, ласт раунд. Ласт раунд. Надо выиграть. У них сейчас бабок нет, у них сейчас бабок вообще нет. Братан, у них денег нет. У нас счёт 9-9 и у пацанов последний байт. Это последний байт, да? А, это сейчас будет вообще... Это последний раунд, решающий раунд на победу. Немножко на руки. Стрисные эмоции играет, он уже подпушивает. О-о-о-о! Я в прицеле стоит, получает голову за это. Остаётся Ваня своим по седьмым. В него чуть хаешка, кстати, не залетела, но, как мы знаем, кучерявый у нас умеет какие-то хаешки. О-о! Опа видит. Хорош забирать, у него есть гамм. У него есть гамм, у него есть эмка. Остаётся последний капитонов, он зашёл в плент. Капитонов немного растерян, потому что это последний раунд может эмоции вывести. Байтит на то, что он будет ставить плент. Ваня постреливает Ваню. Я бы обошла бы, надо было в каких-то тихонечко. Ой. Ну, в таких ситуациях, когда ты зритель, тебе кажется, что всё легко, но на самом деле... Не, ну, понятное дело, да, да, эмоции. Потому что они играют на деньги, а не на какие-то там, ну, понимаешь, непросто. Лучший найс! Найс! 10 на 9! Лучший! Это какая-то слишком потная. Как-то, ё-моё! Кого-то мы финал выиграли! Как и левуха! Ооо, я не знаю! Капитоша! Капитоша, ты лучший! Пух! Наконец-то! Я, честно, ребят, я думал, что мы сейчас проиграем им, потому что счёт был максимально близкий к тому, чтобы мы проиграли. Я думал, мы никак не за камбэками. И уже, знаете, представлял, что весь день потом дальше буду ходить грустный, расстроенный. Буду чем-то заполнять этот дальше день, а не турниром, к сожалению. Вот, но всё-таки мы выиграли. И дальше наш соперник был Раш и Гриз, которые, кстати, камбэкнули против Вели и Мафиозника за счёт 2-8. Мы, конечно, тогда удивились. Как-то должны были играть против Вели, но их победили. Вот, и сейчас посмотрим, что из этого вышло. Мы во второй каточке против Раша и Гриза. Это будет, наверное, сложно, да? Ну, это, да, это, типа, уже сложнее, вот. Но всё равно, я думаю, мы должны победить. У нас есть тактики и так далее и тому подобное. Ой, за КТ я знаю, что они крысят. Они вроде постоянно крысят. А пофиг, пофиг, нормально. Идут, соответственно, выходят сайт. Люсик делает минус на Гризе. Раш остаётся 1 в 2. Ребята ставят бамбу. 71% хп, 42% хп у ребят. Но у Раши стопроцентное. У него есть все шансы взять клатч. Такс выходит. Слышно его, слышно его стоять на перекрёстную, ребята. Ай-яй-яй, увидел. Ай-яй-яй, минус 2. Уничтожает просто на пистолетке, соответственно. У меня оба планты. Ай-яй-яй, за ящиками прямо в углу. В твоей церном у них ХК. Лонг, я не знаю. Хорош, 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 хорош. Так, капитан, давай включайся. Вот, Раш тоже пикает лонг. Так что в любом... О, какой-то свачок полетел интересный. Гриз тоже, смотри, они даже с места почти не двигаются. Просто стоят, ждут. Такс. Пошла. Ой-е-е-е, такая включённая. Норм флешечка. Норм флешечка. О, слышал. Хорош, найс. КТ вроде. Да. Успел бы, наверное. Лучший. Калаш, калаш. Молодец, Капитоша. Вот так. Молодец. Я не возьму, есть что, куплющик. Да-да-да. Раш, назначь, поменял позицию. Гриз всё той же позиции, распикивая тёмку, чтобы никто не вышел, но теперь более сливого и закрыто стоит. Рёброчек? Да. Кисти, кисти, кисти. 7СКП. Рош. НЕТ! НЕТ! Блин, настроение, настроение, настроение,строение,строение,ностроение. Боже! Как? Ничего-ничай-ничай, ничего не расстраиваемся, настроение, кофе, кофе НЕТ! НЕТ! ЛАС! Ну, ничего страшного. У нас вот её дальше закуп, Rush покупает, Фомаг тебе. Ребята берут АКР и АКР и АКР 12, соответственно я думаю что у нее все получится в этом раунде. НЕТ! 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 никого темка заходим сайт никого сайт сидит залогался один есть один сайт тут честно я протупил меня чел на руках тебя зарезали так смотрите ребята распикивается у нас опять играет тоже об лица там стил забирает капитонова который выходит на балкон вот соответственно люсик опять стягивается на лонг они поменялись rush играет тёмку гри сыграет в планете люсик 27 мы четыре раунда взяли я говорил типа три надо железно брать это нереально плотная катка какая-то ребята купили по тэпу ты готов кидаем работала будем объективные у них был force только с пистолетом соответственно не считается не считается 65 счет хорошо я отошел тогда смотрю щас тёмку с этом мне вообще не пик и да да пока не пик я тебе скажу про сказал типа не будут опыт и забирает 66 подняться к игра они даем кто где-то там я понял минус 76 двое двое просто красава просто красава так что я будет алик пошел короче сейчас откину флэш хорош слушает и прям хорошо ты как честно второй 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 видел я ухожу брат потому что у меня 13 хорошо подожди ладно я убью просто я хотел на нож типа посадить понял такс ну дорогие друзья но мне кажется объективно здесь к . было ну полегче вот то есть мы в принципе и не волновались и в принципе на уверенности вообще в целом победили 10 6 я думаю достаточно хороший уверенный счет и отправляемся в свой заслуженный финал и там нас ждали конечно уже не такие приятные соперники в плане потому что они победили получается своих оппонентов разгромными счетами там и четверть финале и полу финале у них были классные счета это мангана и влад микс ну что ж пожелайся нам удачи напишите свой комментарий а мы стартуем этот финальчик команда люсика с капитоновым команда куча рявых кто не знает они сейчас играют за эту сторону и мангана вместе с владмик сам за кт а мангана не дал кигал тупоголовый а капитонов берут байки без спортсмена флешка смог 2 по 350 мангана занимает позицию влад не кстати ловушку остается ему прилетела походу фото люсика у мангана на поголовый без армора стоит сайту капитонова с люсиком есть кое-какие заготовки поездка не подпадают в ладмикс и надо сделать топовый раскид и залететь просто плат знает ли люсик что владмир салужки хорошо ли он нему попал я не знаю потому что урона у нас не показывает сколько ты нанес но кучерявики кое что приготовили и я жду этой тактики капитонов начинать кидать смог его спортивный люсик тоже кидают смог в темочку залетать флешечка также стать 2 флешечка от лютика они вылетают сайт права сидит типа 2 проходит на остается в ребрах его убирают второй кейсы и капитонов разменивает жестко был жестко хорош сажал найс лично аккуратно 2 лучше все хорошо были а у них сейчас экономически будет сейчас нужно знать пуша капитаном дает флешечку налог покупать себе дробовик аежка нет нет у него денег скорее всего манга на будет покупать себе обычный дробовик и скинет влад микс утром поэтому он купил себе дробов играть двоем сайт поменяли немного тактику не стоят как обычно один тем к 1 плент поменялись придумали какую-то другую тактику по ходу на импровизации на ходу и ждут действий от той стороны будут стоять до последнего будут ждать что же происходит капитаном думает как обычно то что мангана сидит слева в углу но понимают что ничего не происходит на карте и скорее всего его там нету мне тоже хорошо с кейсов прилетел я думаю на концу чего да давай давай и по 2 флешки 1 флеш дал второй давай нет флешки блин понял взлетаем просто можно меня залезть капитана забирать дробовик мангана выходит пикает хочет забрать пойти это очень опасно пацаны вы что делаете как можно было дать дробовик мангана он кстати они думают что сидит в ребрах а он обходит через темочку и этот клатч он может забрать у него фулл хп его услышали услышали его услышал думаю то что он ушел под кт ставит на него спины не ждать он лангулан конкунг лангунг окей вышел до топнул 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 хорош лучше все отлично мангана все-таки решил отказаться от дробиевый дробовика взял и мальку вместе с вами сам нового вместо нету брони люсики капитонов бустится как обычно на курятники хотят пропикать темочку но мангана поджимают по лангу видишь что никого нету капитона выходит его забирает выходит распикивать люсика но они ларин ситуация да но того того тоже нет хп на самом деле они поспешили я думаю что не было так из предела не закинули гранату вместе с флешками времена почти для того чтобы сбить с толку запашек но они они думали то что будет в упоре стоять а вот широкой и очень далеко в закрытую поэтому немного тяжело и мой до сих пор не распикивать я читаю про стрела планы спалился на при фаре я же говорю вы капитаном хоть мастера что можешь забрать планник соторчало оружие через стену попал попал нормально разменялись надо бачить на план он смотрел туда прям смотрел потопы потопу хорош лучший все отлично шикарно непонятно ребята вот ждут ждут раз в ладнице пристреливает думает что они скрип себе подучили стенку на ребята грамотно ждут раскидочки в ладмикс кидают смоук на заход можно подождать смоков он слишком рано его кинул секунд 2 ничего не потеряю ладмикс выигрывает время капитонов evento темочку там стоит кстати говоря плане и ведь и далекий как несч مерео кбрика не попадают он кинул pense card раньше только что он бы ныряю ладно мы очень хорошо идем на самом деле хорошо нормально все хорошо нормально набрали короче сейчас за кт надо будет аккуратно я буду если черта баши брать но по капитонову инфы нету по капитану нет инфа не думает что будет мангана планы сплач 12 видит как люсик попали на то чтобы он терял время надо выиграть время и бомба есть посмотрим до конца боже и к его добра на пистолетке берет информацию люсик принимать лонг зачем-то дает позицию забирать капитанова в ладник забирать бомбана и остается один вадник с дроба шоу плюсик поменьше на дорога он оставил спас у него чё за дробь это всем и всем понял люсику надо просто выйти сделать фейк выстрел люсик услышал где он ставит пачку не 35 хп нанес ладно ничего страшно нормально 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 давай потягу просто возьмем и как-то попробуем потопить взяли два дегла тупо головы и команды пучерявых потом деньги дал ванта подгана капитана правда но при этом остался в ладник и против 2 деглов клатч я думаю будет аккуратно только принять стрельни там и топни а там и там и там и там гениальный байт да типа я забайтил что ты в тёмке сам пикнул получается этот лонг и все типа через стену просто забрал такой накал стресс и ребята пишите за кого за кого были непонятно вообще 12 манганов на шифте пикать вообще категорически нельзя хорош я отошел я отошел глубоко очень я тоже пытаюсь как-то хорош лучше найс 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 78 отлично люсик забирать главных остается один манга на 60 хп может на прыжке пикнуть манга на и убить влад микса посмотри на манга на что будет делать а может прыгнуть и попасть один потом люсика налоги и убить его но манга на стягивается к нёмки кинул смог чтобы люсик забатился на этот смог и пикал его там но манга на идет через тёмку люсик заходит смог чтобы пропикать манга на ищет люсика пытается нащупать где же он находится люсик люсик выйди и пикни пожалуйста так сидит манга на манга информация может зайти поставить пачку спокойно потому что пробежать но манга нарушает сыграть агрессивно против люсика потому что у него авик но у люсика 17 хп нет ничего ничего чё хорош у команды катышников есть 2 х ешки 1 х ешка таща лады сейчас мог ее поймать если бы люсик я кинул чуть выше но нет капитонов сидит в ребрах ждет пока тем как кто-нибудь пройдет люсик зачем-то тоже вместе с ним смотрит тенку когда ему надо смотреть блонд микс откидывать мочок чтобы зайти через съемочку спокойненько чтобы его никто не видел и противники это понимают ждут пока что-то произойдет у меня ждал там окей нет я даже не слышал будет 10 9 погнали надо перевернуть игру на счет 9 9 не пикать агрессивно и выиграть эту игру не знаю почему влад микс не залавит но было бы прикольно твоём ставит меня никого не находят люсик с дробашом играть агрессивно немного уже расслабился капитонов сам 16 как будто бы понимают что у люсика дробовик специально люсик специально стоит лицом к стенке чтобы думали что у него дробовик они через стену видят его дуло торчащие они откинули туда смачок пикают лестницу капитонов сидит ждет в тем очки себе спокойно должен пикать лоб пикнул просто рефом очень равная битва ребят очень равная битва прожимайте лайки это ребята жиджи стендов и счет 8 10 победила команда да друзья к сожалению при счете 87 мы отдали тот самый камбэк очень обидно на самом деле потому что могли выигрывать и честно я сыграл как не знаю как позорник как последний но басик если честно мог сыграть лучше очень много раундов отдал соло поэтому думаю что можно целом в комментариях обвинить меня именно в этом поражении вот нужно фиксить ошибки нужно играть больше нужно прокачивать свой скилл всем спасибо дорогие друзья за просмотр надеюсь вам понравилось всем удачи всем пока